Здравствуйте дорогие друзья, дорогие подписчики и гости моего канала, независимо от своего национального и религиозного происхождения. Добро пожаловать на мой канал, дорогие мои. Как известно, тремя из 15 республик бывшего Советского Союза являлись, вернее, три прибалтийские республики. Это Латвия, Литва и Эстония. В период распада Советского Союза они самыми первыми получили независимость. И в принципе это единственные республики бывшего Союза СССР, которые смогли как стать членами военного альянса НАТО, так и стать членами Евросоюза. Я не буду говорить хорошо это, плохо ли это, но ситуация заключается в том, что они сумели организовать союз трех прибалтийских республик. В принципе, если в отношении той или иной ситуации ты знаком с официальной позицией Латвии, то ты с полной уверенностью можешь говорить о том, что ты также знаком с официальной позицией Литвы и Эстонии. Или наоборот, там не имеет значения. К сожалению, три прибалтийские республики оказались единственной троицей на постсоветском пространстве, которым удалось организовать свой союз. Несмотря на то, что есть еще одна троица на территории бывшего Союза СССР. Это Азербайджан, Армения и Грузия, которые ничем не хуже Прибалтики, а наоборот лучше и по всем параметрам лучше. Но, к сожалению, благодаря инициативе последнего руководителя Советского Союза Горбачева Михаила Сергеевича, Азербайджан и Армения стали врагами. За 32 года независимости, то есть после распада Советского Союза, между нашими странами была не просто война, а целых две войны. Огромное количество людей погибло в обоих войнах. Огромное количество людей потеряли своих родных и близких в этих обоих войнах. Что, безусловно, является печальным обстоятельством. И нам остается надеяться, что такого больше никогда не повторится. Хотя мы могли бы быть великим союзом, перед которыми никто ничего не смог бы сказать. Это было бы просто замечательно. Просто лучше не придумаешь, если бы мы сумели бы организовать свой союз Южно-Кавказских республик. Где мы все жили бы очень дружно, мирно, счастливо и хорошо. Многие, кто будут смотреть мое это выступление, могут меня понять неправильно. Ну, я полагаю, что таких людей не будет. Я человек, который за мир во всем мире. Да, мы не имеем права забывать наше прошлое. Но без прошлого, как говорится, не было бы настоящего. А без настоящего, как известно, не может быть будущего. Мы не можем вернуться в прошлое, чтобы что-то изменить. Но мы можем в настоящем много чего изменить, чтобы у нас было достойное будущее. Англия и Франция, например, сто лет воевали между собой. Сегодня же англичане с французами не являются врагами. Мы воевали с фашистской Германией 80 лет назад. Мы же не являемся сегодня врагами. То же самое можно сказать про Азербайджан и Армению. Да, были две войны. Да, погибло много людей. Но это, безусловно, является печальным обстоятельством. Но, как известно, жизнь продолжается. Я искренне надеюсь и искренне верю, когда настанет такой день, когда три закавказские республики станут одним единым целым. Если ты, допустим, знаешь официальную позицию Баку под тому или иному вопросу, то можешь быть уверен в том, что ты также знаешь официальную позицию Тбилиси и Еревата. Или наоборот. Это было бы просто замечательно. Как говорится, нарочно не придумаешь. Я являюсь миролюбивым человеком. Я категорически против того, чтобы были воины. Я против того, чтобы люди стреляли и убивали друг друга. Поскольку мы один раз приходим в эту жизнь. И мы должны суметь прожить свою жизнь достойно, чтобы не гневить Всевышнего. Поскольку Всевышний не для того создал человечество. Дал им разум, чтобы они друг друга убивали. Он не для этого всего делал. Поэтому я надеюсь на то, что мир на Южном Кавказе настанет. Великий союз трех закавказских республик настанет. И не будет больше никакой вражды, никакой ненависти, никаких взаимных оскорблений. А наоборот будут наказания, штрафы, вплоть до уголовной ответственности за оскорбления по этническому признаку. В первую очередь мы все являемся людьми. И есть только одна национальность. Это быть человеком и знать, что за все, что ты в жизни сделал, тебе придется отвечать. То же самое можно сказать про религии. Я считаю, что есть только одна религия. Это быть человеком и знать, что за все, что в жизни сделал, придется отвечать. Мы должны и просто обязаны помнить о том, что в первую очередь мы все являемся людьми из плоти и крови. И мы не имеем никакого морального права делить друг друга по этническим признакам и осуждать человека только из-за его национального происхождения. Каждый человек должен нести ответственность исключительно за свои личные поступки, а не за счет того, какой он национальности. Поскольку это, мягко говоря, является дебилизмом, но, к сожалению, у подобного рода дебилизма есть режиссеры. И такое происходит во всем мире. Безусловно, я надеюсь на то, что весь этот дебилизм и маразм, как на постсоветском пространстве, так и во всем мире, скоро закончатся. И на его встречу придет здравый смысл. Также хочется надеяться и верить в то, что мы сможем дожить до того дня, когда три Закавказские республики будут замечательным и великим союзом, рядом с которым даже три Прибалтийские республики будут иметь очень бледный вид. Вот это я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до свидания. Продолжение следует...